Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Лиса в Америке, с вами Алиса. И сейчас я направляюсь на нашу главную улицу, Мейн-стрит. Правда, не в Ридвилл-городочке, а в Данкане. Это рядом с нами, 6 минут где-то. Еду я в поисках работы. Сегодня будет видео, как мы будем делать доставки Дурдэш. Давайте узнаем, сколько мы заработаем, какие заказы нам дадут. Так что делайте вкусный чай и поехали! Вот так выглядит программа. Мы сейчас направляемся в эту, сказать, горячую точку. Там находятся несколько ресторанов. Надеюсь, что дадут по пути сейчас заказ. Или уже будем ждать там, возле самих ресторанов. Привет, зрители! Привет! Кто с нами сегодня? Я и Феликсёныш. Сашенька и Феликсёныш. Инглс у нас тут. Тут куда-то стоит. Ага, да, давай туда к Макдональдсу попробуем. Так, пока-пока ещё заказа нету. Также у нас здесь Пабликс, банк у нас, потом Саввейда, Минос, Севен-елевен здесь. Там есть кафешки Экап, да, Эксап, Грил Эксап, как-то так называется. Очень классная, кстати. И парочку ещё ресторанчиков. Где наш заказ? Скажите, пожалуйста. Значит, ехать 6 минут до Хацпад-зоны, где больше всего заказов. Мы проехали ровно 5 минут, и у нас уже плачет малыш. Это так, навскидку, как наш малыш любит ездить в автокресле. В смысле, он вообще не любит. У нас первый заказ! Ура-ура! Едем. Дирекшн нажимаем. О, здорово, 2 минутки, слушай. Хорошо, что мы поехали в эту сторону. Да, сейчас заберём. Тут у нас что-то будет строиться. Очень расстраивается наш Гринвилл-Спартанбург. О, такую карту Денис сделал. Прикольно. Да. Здорово. Интересно, что тут построят. Маленький наш Крош. Нам 2 часа ездит, Зайчик. И он хотел другую игрушку. А, ты ему дал? Ну, хорошо. Ему надо и вот это. А, окей. Наша вон кафешка. Вот это Салса Рита с зелёной вывеской. Давай тут припаркуемся, а я вовнутрь зайду. Так, это мой первый заказ. Делаю всё впервые. Сейчас зайду, скажу, что вот Ричарду ордер. Значит, забрала я первый заказ. Руки были у меня заняты, поэтому я не сняла. Там пакет с едой и напитки. Вот эти напитки я набирала сама. Набрала, видите, от души. Не учла, что везём мы это в машине. Лангейс не разольётся. Вообще, в принципе, не представляю, если бы я была одна, как эти напитки довезти, чтобы их не разлить. А пакет с едой у меня в такой сумке-холодильнике, чтобы он сохранился тёплый, ехать нам 14 минут. Детская площадка у них здесь при въезде. Такие таунхолмы от Диархортона. А, нет, дальше. Дальше. Это сабдивижн. Так, всё, заезжаем. Напитки доехали в целости и сохранности. Ура-ура. Так, понесла Алиса. Ура, она на столик. Всё, там фотографировать нужно и отметить, что мы доставили уже. Ну что, разобралась? Доставила на столике, они написали возле двери. Ну что я буду на полуставить, если у нас столик есть? Всё, отлично. Дальше едем. Друзья, это мой первый заказ. Это так волнительно было. Там надо было сделать фотографию. Я решила, что зачем я буду ставить на пол, если у них рядом столик. Хотя, как бы написали, что оставить возле двери. Ну ладно, я надеюсь, они меня простят. Вот. Получается, ехали сюда 14 минут. И вот сейчас место горячее, где дают заказы, ехать туда снова 14 минут. Направляемся в эту сторону и будем ждать второй заказ, да. Пришло сообщение, ну прям на телефон мне пришло, как смс. Два доллара дали мне чаевых. Денис, дай пять. Прекрасно, пришёл ещё один заказ. Быстро взяла. Крылышки будем брать, крылышки. А вот впереди прикольная машина. Бегу, выбегай, хватай. Давай, две дыни арбуз. Две дыни арбуз, точно. Всё, всё, заберём. Вы просто посмотрите на эту картинку. Это адресовано президенту нашему нынешнему. А это вот мужчина любит женскую грудь. Говорит, покажи мне свою грудь. Это место, кстати, находится рядом с нашим домом, недалеко. Да, чуть-чуть дальше. Там, где вот wing stub, крылышки. Возле Ingalls. Всё, друзья, я уже посмелее. Это мой второй заказ. Уже опыт есть. Да, уже опыт. Так, ну ты тогда, давай я выбегаю. Ты меня это... А, вот тут встанешь, да? Да, ну сейчас дверь закрой, дай мне. Отлично. Вот так выглядит заказ. Такой пакет. Ехать 19 минут. Поехали. Снова ставлю сумочку, чтобы тёплое было. И напиток тоже набирала сама. С трубочкой. Спрайт. Постояли на всех светофорах. Сейчас на фривей едем. Старбакс. Старбакс. Красота. Малышу уже не нравятся наши покатушки. Да. Так, это мы ездим час уже. Ещё полтора часа. Мчимся по трассе 85. В сторону юга. На юга. Добро пожаловать в Южную Каролину. Поля-поля для ваших будущих домов. Приехали мы почти. Две минутки осталось. Что-то такое знакомое. Это не... Это, мне кажется, знаешь, кто застройщик? Райан Холмс или Мэритэдж? Мэритэдж или Райан Холмс? Да, друзья, это, скорее всего, Мэритэдж. Застройщик. Всё, мы почти приехали. Понеслась. Не-е-е, лиса всё делает аккуратненько. Как для себя. Не знаю. Ура-ура! Да тут нам типа или нет? Не знаю, сейчас узнаем. Ну, у них столика нету, пришла ставить. Ну, правильно. Ну, что, поехали дальше. Мы не успели выехать ещё с этого сабдивижна, друзья. Пришёл сразу новый заказ. Пять минут ехать за заказом. Вот здесь можно щебёнки набрать. Щебня. Такая промышленная зона. Парковка для траков. Так, а нам две минутки осталось. Кстати, цена на бензин. Вот, 3,29, друзья, сейчас. Наверное, потом 7-11 что-то сейчас будет пройти. Нет, налево показывают. А, думаешь, 7-11? Может быть. Да, наверное. Слушай, как раз, да, вот здесь вот заправка QT и 7-11. И вот нам туда. Да. Замечательно. Это мы здесь оказались в нужное время, в нужном месте. Да. Смотрите, вот так выглядит заказ. Значит, будет курочка у нас здесь. С соусом. Лиса побежала. Получается, у нас здесь построили сравнительно недавно эту заправку 7-11. И магазин. Вот. И здесь, получается, что это кафешка есть. Вот она. The Roast. Race The Roast называется. В общем, там какая-то курица они заказали. Ждём. И поедем на доставку. Не успел выключить видео, а лиса уже идёт. Так быстро. Ну ты быстро. Едем в Лайман. Лайман? Да, без напитков. О, окей. Такая вот коробочка. Тоже поставлю сейчас в сумку-холодильник. И поехали. 15 минут ехать. Отлично. С правой стороны будет high school, которая как бы относится вот ко всему нашему району. И здесь учатся все детки. Вот она сейчас должна быть. Здесь будет elementary school. И, по-моему, даже middle school здесь, если я не ошибаюсь. Вот. А далее здесь вот такой арт-центр. И далее будет high school. Там, видимо, какая-то стройка происходит. Вот такое красивое здание. Арт-центр красивый. И вот это вот наша high school. Такая большущая школа. Вот даже сбоку сколько зданий. Как считается, там-то вот здесь. Ну, похоже, да. Вот эти как исторические, да, старенькие домики. Глянь, типа крыша. А АМС. Как Макдональдс. Пеликан еще, типа, как у нас, старенькая. Да, вот старая церковь. Вот вообще какое-то такое здание, которое бы покрасить надо было. И здесь идут пути, да. Вот такая вот Южная Каролина. Да, друзья, есть вот места, где выглядит все примерно вот так. Там можно ехать в доллар-фэмили. Дилерская маленькая машина, можно купить. Шарошкина контор, это один из называет. Вот такие старенькие здесь домики. Исторические. Поворачиваем какие-то апартменты. И снова пошли такие вот маленькие домики. Кстати, вот сделали дороги. Посмотрите, какие хорошие, ровные, гладкие. Широкие линии. Да, расширили во многих местах полосы. И сделали разметку свежую. Приятно ехать по свежепостельному асфальту. Высоковольтные линии. Они на меня все время наводят какой-то страх. Они какие-то такие страшные. Я почему-то всегда остерегалась с детства высоковольтных линий. Вон, самолетик летит. И меня пугали буйки на речке. Как-то мне это всегда страшно оказалось, когда я была ребенком. Ну что, мы в Лаймане. Вот, Лаймантаун. Было написано как раз. Приехали в Лайман. Там все те же высоковольтные линии. Вот, видите, стоит такой гигант. Железное чудище. Пожарная станция. Туда можно, да? Это, наверное, можно привозить сюда? Или это чисто их от пожарной станции? Скидывать, да? Банки железные. Представляете, друзья, вот так вот выглядела вся Южная Каролина лет 20 назад. Точно так. А за последние три года она настолько расстроилась вся, и это будет продолжаться и продолжаться. Поэтому мы живем в классном месте. Смотрите, это мобилхомы. Мобильные дома. У них нет фундамента. Сейчас там понажимает совершенно нормально. Чтоб человек видел, что заказ уже пришел. Лиса отметила. Несет им курицу, крылочки какие-то. Главное, чтобы какой-то собаки не было. Не выскочило. О, слушай. Сразу вышел человек и забрал. Какая красота. А что это за дяденька такой? Он заказ снял. О, слушай, класс. Мама. Сейчас, может быть, что-то сказал лисе? Узнаем. Что, дяденька вышел, сразу забрал, да? Дяденька, да, да. С руки. Что-то сказал? Спасибо сказал. Следующую красную зону показало, что ехать в направлении 14 минут отсюда. Осталось 10. Может быть, что-то по пути выстрелит. Так что направляемся туда. Здесь у нас дилерские. О, заказ. Хватаем еще один заказ. Дирекшн с 9. О, 2 минутки. Здорово. Вон, Chevrolet дилерская. Вот они прямо одна за одной здесь идут. Да, у нас же был Chrysler. Мы его брали в аренду на 3 года, да? На 3 года. Да, и, в общем, мы его брали в Чикаго. Он с нами поехал в Портленд. Мы его перегнали с Портленда. Я приехала сюда, на нем в Южную Каролину. Одна перегоняла его через всю Америку. И уже здесь мы его отдали, да? Нам надо было его через 3 года вернуть. Мы, кстати, покупали дополнительные мили. Если, ну, кто смотрит нас из местных. И 500... Сколько? 400, да, у нас еще осталось? Да, пару сотен миль. Пару сотен миль осталось, но мы уже последние как бы так бережно ездили, чтобы не перекатать, потому что потом платишь... Штраф. Штраф, да. Беглоц, кстати, вот тоже. А куда мы приехали? Тогда, наверное, пицца. Пицца, задумаешь? А тут еще чайный ресторан. Сижу внутри. Это оказался китайский ресторанчик. Сказали, что заказ еще не готов. Вот такой большой пакет еды. 9 минут ехать до нашего кастумера, да? Как он по-русски будет? Клиента, да. Ставлю в пакет. Потому что я забочусь о людях, чтобы тепленькое, с пылу, с жару получили они. В машине кондиционер, да, оно остывает быстро. Последние два заказа удачные, потому что и по времени, и... Первый, в общем, по времени и по оплате, а второй по времени. По оплате не очень, но по времени, да, по сравнению с первым и со вторым. Так что, похоже, чем дальше, тем лучше. В следующий раз помоюсь тепло, друзья. Смотрите, такие у нас часто бывают улочки, когда попадаешь в такую красоту. Оно, знаете, еще осветляет на кадре, а в жизни так темно. Прикольный туннельчик из живых деревьев. Станли Мартин, привет. Минус 14,5 тысяч долларов, которые мы потеряли, когда отказались от дома. Кто видел эту историю у нас на канале. Мы едем в их сабдивижн. Новые домики от застройщика Станли Мартин. Тут, похоже, еще и дома продаются, видишь? Модел хом. Вот так расстраивается Южная Каролина. Вырастают, как грибы после дождя. Вон домики, кто хочет, покупайте. Так, вот привезли заказ. Алиса пошла с нас, с той стороны. Тут мало места. Написали, что ставить возле двери, и не стучать, потому что собаки лают. Такие вот инструкции. Там так красиво возле двери. Да. Ну что, поехали дальше. Слушай, я вошла во вкус. Ну что, следующий заказ где? Куда нам ехать? Ну сейчас вот едем. Слушай, а сколько мы сюда? Девять минут ехали? Да. А вдруг будет еще один ордер оттуда? Попробуем вернуться? Да, давай. Давай. Выстрелил новый заказ. Семь минут ехать. Севен-елевен. Надеюсь, это не заказ, когда надо ходить по магазину собирать. И по оплате он самый низкооплачиваемый. Ну, я его все равно взяла. Скорее всего, там тоже какая-то сабелька, какой-то ресторан. Ну, видишь, там конкретно было указано, что там вот этот был забегаловка куриная. А здесь севен-елевен. В общем, сейчас посмотрим. У нас высветилось, что у нас мало бензина. В общем, это называется... Вы ехали подзаработать на бензин, да? Если мы заработаем. Мы в конце, друзья, все подсчитаем и будем делать какие-то выводы. До клиента ехать девять минут. Выдали мне вот такой пакет. В пакете два чая и печеньки. В пакете, кстати, рвется. Аккуратненько его надо поставить. По камере снова новострой. А тем временем мы заехали в тучку. Дождик пошел. Так, таунхоумы, таунхоумы. Диархортон? Ага. Мам, ты не помог. Там там капает. Уже прошел. Подписано позвонить в колокольчик. Позвонила. Бебечка плачет. Ну, вот и возвращаемся мы домой. Пять заказов у нас было. А у нас розовое небо. Очень красиво. Так, друзья, сделала я подсчет, значит, нашего заработка. В общем, работали мы два с половиной часа. За это время, за два с половиной часа мы проехали 62 мили. Мы сделали пять заказов. Пять. Заработали за пять заказов 44 доллара. На бензин мы потратили 11.40. И еще, друзья, у нас же не экономичная машина и новая, да, и причем как бы не просто новая, а улучшенная версия Honda Odyssey, которая как бы дополнительно стоит денег. И, соответственно, нам каждая миля обходится дороже. Сюда также можно включить замену масла, колес, да, которые, если я буду работать постоянно, я буду стирать, да, резину. В общем, по таким подсчетам, да, вот сколько занимает замена масла, колес. Также, насколько машина дешевеет, да, за счет того, что у нее накатываются мили, и она теряет в цене. В общем, у меня там математика своя была, и получилось 20 центов за милю. И того получается, я умножила 62 мили на 20 центов за милю. Сколько мне это обходится. Здесь тоже вышло 12.40. Также, несмотря на то, что при налоговой отчетности я буду списывать амортизацию, бензин, все равно налог платить надо. И это будет примерно 10%. И мы отнимаем от 44 долларов 10%. У нас уже выходит 39.60. И от 39.60 я вычла 11.40 за бензин, 12.40 за амортизацию. И у меня получилось на руки 15 долларов 80 центов. Это моя прибыль за 2,5 часа. Если мы разделим, мы получим 6 долларов 32 цента. Это чистыми после налогов, после всего. Это очень мало. Сами вы понимаете, для Америки это просто копейки. В нашем штате где-то 14 долларов сейчас в час платят в магазинах. И очень убивается машина, накатываются мили. Ради эксперимента я сделала еще такой подсчет. Значит, если работать, допустим, как подработка по 5 часов в день, 5 раз в неделю. 25 часов получается в неделю подрабатывать. То у нас будет за неделю 625 миль плюсом идут к машине. Это 2700 в месяц. И в год, в год это 32500 миль, если вот так подрабатывать, будут идти плюсом к машине. Обычно, ну, вот средняя машина, там, допустим, отвезти детей в школу, съездить в магазин, в год накатывает где-то 12-13 тысяч миль. Вот. Там без поездок, да, в дальние путешествия, примерно так. В общем, если использовать машину как подработку, 32500 накатывать и примерно 12500, там, в магазин съездить детей в школу отвезти, то за год это 45000 миль. Друзья, это очень много. То есть, если взять новую машину и 4 года на ней поездить, у вас будет 170000 миль. Обычно эти машины, ну, уже настолько дешевеют в своей стоимости. В общем, за 4 года вы получаете уже, как бы, машину, которая, по сути, особо никому не нужна. Поэтому вывод такой, что надо покупать или малолитражную машину, которая ест мало бензина, а лучше покупать, допустим, Toyota Prius, у нее, по-моему, 50 миль на галлон, или электрокар, да, где тоже будет стоить зарядка копейки, потому что, вот, обычная машина, тем более наша, минивэн, и он, как бы, новый, он очень сильно теряет, когда ты его накатываешь в миле, амортизация, в общем, выходит слишком дорого, вот так вот, подрабатывать, да, доставки. Но, во всяком случае, друзья, пишите ваше мнение, пишите свои комментарии. Если вы захотите, мы еще несколько раз съездим на такую подработку. Нам понравилось, это прикольно, просто покататься, ты заезжаешь в разные райончики, как бы, ну, в общем, весело по-своему, это такое приключение, но по оплате нам, конечно, это вообще невыгодно, это так, знаете, может быть только для YouTube, для контента. Все, я всем желаю мира, любви и добра. Феликсионыш у нас сейчас практически с рук не слазит. Все, друзья, всем пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok